Валерий Чекасов Сегодня вечер будет не скучным, я в Петербурге бываю не так часто, люблю этот город и мне нравятся его жители, поэтому буду рад общению, не только монологу с моей стороны, но и каким-то активным вопросом, чтобы люди могли с вами пообщаться. Да, друзья, сегодня в течение вечера вы, наверное, здесь все не просто так, вы, наверное, знакомы с Валерием, хотя бы даже заочно, если не лично. У вас всегда есть возможность задавать вопросы, да, какие-то профессиональные, можно личные, тут уж Валерий сам выставит границы, на что он готов отвечать, на что нет. Вы просто поднимите руку и я к вам подойду. Вот, ну, в главную очередь мы, конечно, будем сегодня говорить о книге, мы с вами в книжном магазине, поэтому начнем мы с нее. Ну, уж, продолжим, как пойдет, куда нас занесет. Ну, давайте я, наверное, немножко расскажу про себя, вообще, в принципе, чем занимаюсь и как пришел в писательской истории. Мне 31 год, я сейчас живу в Москве с семьей, у меня супруга, три дочери, мы перебались в столицу полгода назад, до этого пожили в Сочи, до этого я 13 лет жил в Новосибирске, я сам родом из Байкалья, то есть у меня такая широкая география, и я много чем занимался в своей такой же, ну, состоявшейся жизни, я предприниматель, наверное, прежде всего, и все мои проекты так или иначе, они связаны с бизнес-идеологией, с масштабированием, развитием, и у меня в Новосибирске была группа строительных компаний, мы проектировали, строили, у меня, собственно, был такой вот центр, ну, это такой стремительный взлет был, карьерный, сейчас этого нет, я все продал, и сейчас больше занимаюсь инвестиционной деятельностью, у меня ряд проектов, связанных с бизнесом рекламы, у нас сеть медиэкранов, шеринг самокатов в Москве, станции стоят, ну, и сейчас вот на этапе запуска ресторанная тематика, сеть общепитов и фондовые рынки, вот, в общем-то, это вот моя профессиональная деятельность, книга, это больше, наверное, такой хобби-проект, год назад, чуть больше года назад, я целенаправленно шел к этому, я выбирал, что я хочу написать, выбирал жанр, в котором я хочу поработать, и тема блогерства, она для меня тоже не пустая, то есть я сам развиваюсь как блогер, я не скажу, что я там супер популярный, но, по крайней мере, я стараюсь делать действия, которые развивают мои аккаунты в социальных сетях, это позволяет моему бизнесу, это позволяет мне самореализовываться, это некое творчество для меня, и выбрал эту тему, поскольку большинство молодежи сейчас в целом, они либо подписаны на каких-то блогеров, и активно следят за жизнью популярных российских, имиджер-российских блогеров, либо хотят сами становиться блогерами. Я подумал, что эта тема будет интересна, и решил сделать такую художественную историю, и решил стараться показать ту жизнь, которую, возможно, многие из нас не видят по глянцевым страницам в Инстаграме или на Ютубе. У меня очень много друзей, которые являются миллионными блогерами, и мы часто разговариваем на разные темы, и то, что написано на художественном языке, в принципе, имеет место и в реальной жизни. И мне было интересно работать над этим проектом. Я... ну, была задача сделать его таким острым сюжетом в каких-то моментах, и те, кто читал уже, ну, наверняка это уже оценили. Есть кто читал этот книгу, кто уже прочитал? Еще нет? Сегодня мы с вами всех подготовим к прочтению. Книга, она запакована вот так, в полиэтилене. Когда в магазин прихожу, тоже вот хочется иногда посмотреть, что же там внутри, но вот, значит, 18+, не дает это сделать, поэтому вы еще не читали, и даже не подглядывали внутрь, и я думаю, что вам должно быть интересно. Я предлагаю пообщаться, если есть какие-то вопросы у зала, может быть, у вас, то, ну, я с тобой смогу на них отвечу. Я считаю, что вот в книге, которая написана, основанной на реальных событиях, да, это есть даже в аннотации, что там есть реальные существующие блогеры, всегда самое интересное — это разоблачение. Какие же люди там скрыты? Может быть, хотя бы кого-то вы нам раскроете, если это позволяет какая-то, ну, не знаю, там, деликатность. Какие реальные люди там есть, может быть, по-дружески? Вы знаете, это большая загадка. Люди, которые прочитали книгу, которые знают меня, у них самый главный вопрос — что из этого правда? Потому что многие воспринимают эту историю на мой счет и считают, что главный герой, а его зовут Максим Чернов, это прямое воплощение меня, но на самом деле это не так. Конечно, некоторые детали я там писал из своей истории, и, конечно, это, ну, там, имеет такую схожесть с моей жизнью, но главный герой — не я, это выпущенный персонаж, как пишут, любые сходства случайные. Но, тем не менее, я старался в эту книгу заложить образы действующих блогеров. Действительно, допустим, там есть такой образ блогера-франкера. Вы наверняка знаете такой формат. Пранк — это когда делают розыгрыши, это снимают, это набирает дикое количество просмотров. Я ориентировался на одного из ведущих пранкеров в России. Я не знаю, уместно ли это называть. Ну, давайте я скажу, это Эдвард Билл, наверное, ничего такого нет. Но в книге, конечно, этого героя зовут по-другому. Его зовут Долг Бори, но я писал этого героя вот с существующей моделью, которая есть в соцсетях у конкретного человека. Есть такой персонаж в книге, и его имени я не стал менять. Это Дмитрий Борнягин. Такой тоже нашумевший образ в российском интернете. Это блогер-предприниматель, который показывает разные бизнесы. И почему я его не поменял имя? Потому что я просто пришел к нему и говорю, слушайте, есть намерение сделать книгу интересную, в которой можно также практически какие-то навыки подчеркнуть. То есть там есть фишки, которые можно использовать и, в принципе, каких-то результатов в блоге не достичь. Он говорит, слушай, мне нравится идея, давай я готов поддержать. И Дима согласится это сделать. Каких-то других запросов я не стал делать, просто с Димой мы, ну, так или иначе, общаемся, довольно плотно. И он там, прям, персонаж реальный абсолютно. Потому что у Димы были истории разоблачений. Я не знаю, кто-то знает вообще этот канал Трансформатор? Слышали, видели? Вот. Множество было разных историй, хайповых абсолютно, куча просмотров. И Диме в один момент было, ну, эмоционально сложно. То есть, с одной стороны, он успешный, у него там все получается, у него все хорошо. А с другой стороны, у него есть недоброжелатели, которые, ну, откровенно пакостят. И это очень влияет на внутреннее состояние блогера, на состояние его семьи и близких. Ну, и в книге потом он поступает неким таким консультантом нашего главного героя. Поэтому, ну, вот это реальный персонаж. Все остальные персонажи выдуманные, но с ориентацией на действующих людей. Есть какие-то собирательные, может быть, да? Жанр определен как бизнес-роман. Это ваше какое-то чутье или это что-то от редакции последовало? Почему именно такой жанр? Почему не роман? Или почему там не нон-фикшн какой-то? Вот я не знаю. У вас когда-нибудь была задача, идея, мечта написать книгу? Ну, у кого-нибудь, может, была? Подъедусь. У меня тоже была. Да, у меня тоже такая мечта была в детстве. Я вот как-то случайно вспомнил. Я совсем забыл эту историю, мы с вами поделюсь. Я отчетливо помню картину, когда я лежал у себя в кровати, мне было, может, лет 7-10, я лежал, и у меня прокручивались картинки в голове. Я думал, вот здорово было бы эти картинки переложить в книгу. То есть я тогда реально думал о том, что было бы здорово написать книгу. Хотел этого. А потом как-то я это все забыл. И вот здесь, когда я уже осознанно решил реализовать эту цель, то есть это была уже такая созревшая цель, я думал, что многие хотят, но почему бы не сделать? И я начал думать с позиции, что людям может быть интересным. У меня богатый опыт в бизнесе, я, наверное, мог бы написать хорошую деловую литературу. Но таких книг их очень много, и я... Я целенаправленно думал о том формате книги, который будет востребован. То есть я сам люблю бизнес-романы очень, и я также замечаю, что их мало у нас. Ну их прям мало, их можно посчитать по пальцам двух рук, даже не наберется. Какие еще есть? Ну мне вот нравятся произведения Дмитрия Хара, Пеша, например, да, вот кто-то читал. Суперкнига. В чем полезность такой литературы? Она творческая, она художественная, но она дает какие-то вот подсказки, как можно сделать в реальной жизни для того, чтобы добиться каких-то целей. И мне очень импонирует этот жанр. У меня есть знакомый Николай Мрачковский, может быть, кто-то читал «Экстремальный тайм-менеджмент». В этом жанре написана книжка, очень полезная, всем всегда рекомендуем. И мне хотелось создать художественное произведение, но которое бы давало некую пользу. Собственно, поэтому был выбран роман, бизнес-роман. Почему роман? Да, давайте вот эту вторую часть разберем. Ну, людям всегда интересно, на мой взгляд, да и многие об этом заявляют, что секс, наркотики и рок-н-ролл это всегда в тренде, это всегда то, что увлекает. И в этой книге есть переломные, такие сложные моменты, связанные с любовной линией. У главного героя есть терзание, они по всей книге прослеживаются, когда он не может определиться, что ему больше нужно пожить. Это стабильность и семья, либо это какие-то приключения и совершенно экстремальные отношения с другой женщиной. И вот отсюда роман, производная романа. Мы вместе все это собрали и получили бизнес-роман. Сложилось. Друзья, если кто-то друг созрел, вы, главное, мне подайте знак, я к вам сразу подойду. Конечно. Я покажу, что это выкрофон. Два вопроса. Во-первых, почему до 18 лет там школа с матьюгами не дойдет? Матьюгов нету, сразу начать, да. То есть я не люблю материться, в принципе, где-то в соцсетях и вообще матьюгов нету, но там есть также линия, вот я сказал, да, секс, наркотики, рок-н-ролл. Это, ну, детям, я считаю, не надо читать, особенно если речь и про наркотики. Там есть некий элемент этого, и поэтому книжка запечатана. То есть поэтому шаги в 18-й суток. В общем, Слава, что вам не грозит. Матерились бы, успехов бы колоссальный. Я думаю, в Питере, имея место, да. Мы можем к концу наступления экспериментировать. Тоже уйти в 18-й суток. Я просто еще хотелось бы услышать все-таки вы как блогер, и какие-то действительно, вы сказали, у вас там, может, вы зрите полезные советы. Какие вот в блогерской среде, скажем, блогерам, начинающим, развивающимся, можете подсказки дать, советы, какие-то наблюдения, опыт, критические какие-то взгляды? Хороший вопрос, спасибо. Вот в этой книге я старался особый акцент сделать на понимание вот тех людей, которые хотят стать блогерами. Я хочу, чтобы они понимали, кто их целевая аудитория и что они хотят до нее донести. Вот когда у самого блогера нет этого понимания, что он хочет дать людям и кто эти люди, то возникает диссонанс, и этот человек автоматически становится неинтересным для публики. Но если ты четко понимаешь то, кого ты несешь свои посылы и что ты пытаешься передать в них, то это, ну, потом сюда добавляются технические инструменты, это продвижение, это некие контентные составляющие, да, там, как подать, как текст писать, то есть минимальные навыки копирайтера. Там нет этих деталей, но я думаю, что они и не нужны в этой книге. Эти детали достаточно, ну, в книгах другого жанра. Но вот понимание, что блогер должен знать, кто целевая аудитория, и он должен понимать, какой контент он туда несет, это здесь есть. Что касается меня, вот поскольку я занимался бизнесом долгое время, я через свой контент пытаюсь донести такие ценности, как умение идти до конца, да, то есть такие моральные, волевые качества. Я много путешествую, я люблю восходить в горы. В сентябре я участвовал в международной экспедиционной гонке. Это крупнейшее событие. Мы 700 километров преодолевали в команде из пяти человек, и в этом состязании участвовало 50 стран, и были единственной пятеркой из русскоговорящих стран. Вот. И почему я вот люблю эти мероприятия, потому что там как раз проявляются волевые качества, которые помогают их в бизнесе. И через вот этот travel-контент, через какие-то такие глубокие мысленные посты я стараюсь до своей аудитории донести как раз ценности бизнеса. Умение идти до конца, умение рисковать, работать в команде, и при этом быть позитивным, внести какую-то позитивную энергию. Вот. Я свою вот эту контентную линию понимаю, я понимаю, кто моя аудитория. это люди около бизнесовой тематики, это те, кто уже там свои проекты занимаются, это те, кто хотят стать бизнесменами, и мне легко на одном из песней разговаривать. Если ваша целевая аудитория это другие люди, ну там, не знаю, есть бьюти-блоги, да, когда целевая аудитория это девушки, которые хотят хорошо выглядеть, которые действительно там могут дать пользу, какие-то лайфхаки, им тоже легко развиваться, потому что они спокойно на своем языке разговаривают со своей аудиторией. Ну, если мы начнем дальше перебирать по жанрам, да, какие есть блогеры, то у всех состоявшихся блогеров есть четкое представление, кто их аудитория и что они пытаются ей донести. Вот такая мысль, главная, наверное, которая есть в этой книге. Спасибо большое за вопросы. У меня вот такой вопрос. Сейчас сбилось, в смысле? Я пока расскажу одну историю забавную. Я в Питере второй день, после мероприятия я сразу летаю в Москву, и в Питере принято гулять по улицам, по заведениям, вечером. Мы вчера с друзьями отправились в такую прогулку и заглянули в один бар. И в этом баре я спрашиваю бармана, говорю, у вас есть коктейль Писко Сауэр? Он говорит, нет, нету. И вот мой друг такой удивленный на меня смотрит, говорит, в смысле? Ты реально знаешь, что такое Писко? Это чилийская водка. И у главного героя она фигурирует эта история в самом начале. То есть наш главный герой, он являлся поставщиком этого напитка. И вот мой друг на меня смотрит, он прочитал эту книгу, и тут он понимает, что вот эта вся история, она не случайно оказалась в книге. То есть я понимал, о чем писал. И он удивленный, говорит, слушай, так это получается, это что, это часть невыдуманная от того, это реально было. Это реально было. Был у меня опыт, я занимался поставками чилийского алкоголя. Скажем так, это было недолго, у меня был этот опыт и отсюда вот эта идея в книге тоже появилась. Такая небольшая ремарка. Из Питера. Блокинг. Очень много блогеров, естественно, в современности, наверное, это нормальная тенденция. Вот у меня такой вопрос, без политичности, без всего, как просто на уровне порассуждать. Как вы считаете, не подтормаживаем ли мы, вот как государство, например, я сейчас только про Россию говорю, с тем, что блогерство, это еще не официальная профессия, не официальная специальность. Ведь эти люди могут зарабатывать очень классные деньги, я сейчас не говорю там лично ни про кого, но эти деньги не идут в налоги, с этих денег не копится пенсия, нет такой специальности в университетах, этому учат другие блогеры, то есть все друг у друга чего-то как-то, и это не официальная профессия. Не подтормаживаем ли мы с этим, или уже давно пора ввести это в реестр профессии, учить этому в университетах и выпускать профессиональных людей с пенсией и налогами. Хорошее замечание, что вот в России блогинг не так развит, как за рубежом, у нас есть представители, которые профессионально занимаются развитием блогов, и вот буквально на днях мы общались на тему того, что продвигать на англоязычном, на английском языке видеоконтент интереснее, чем на русском языке, ну потому что рекламодателей, рекламодателей больше, и они понимают этот рынок, за что они платят. В России этот рынок только формируется, и вообще в России многое мы делаем вопреки многим факторам, я считаю, это наша национальная особенность, чем хуже, тем лучше, поэтому то, что у нас чего-то нет, это нас, я не думаю, что сильно тормозит, то есть мы ищем какие-то варианты, вырабатываем некий креатив, ну а, конечно, плохо, что у нас нет законодательной базы, у нас не признан это определенным статусом рабочих, и это факт, что многие блогеры, они зарабатывают, не уплачивают какие-то налоги. Ну, я думаю, что как только наберется вот эта критическая масса, когда блогеры, ну действительно, будут много зарабатывать, и это будет заметно на уровне государства, то наше государство обязательно придумает пути, которые позволят это, да, формализовать и на этом получать дополнительные деньги. Блогеры не только зарабатывают, но и воруют. Вот в Москве за прошлый год украли с бабушек капюшек 12 миллиардов рублей, хотя создан центр компьютерной безопасности у нас в России, почему так трудно их найти, нейтрализовать и так далее. Ну, я могу лишь свое мнение сказать какое-то, да, то есть я не знаю, как эта история с блогерами связана, блогеры это все-таки люди, которые пытаются со своих электронных ресурсов донести какие-то посылы, то есть они не имеют... Это, наверное, хакеры, да, то есть немножко другая категория, нет, это разная аудитория. Блогеры это такие люди, которые общаются с большим количеством людей посредством социальных сетей, то есть они активность в пользу своей аудитории не могут такую делать, то есть я тут связь не увидел, вот, но такое случается и не только у нас в стране, это уже такие вопросы больше государственные, безопасности, да, пусть политики думают, как с этим работать. Давайте. Я к предыдущему вопросу по поводу вы сказали, когда критическая масса достигнет, тогда может создаться институт, а в 2005 она так подрастает, что скоро эта масса будет как раз я думаю, мы к этому неизбежно придем, все-таки идем, да? Да, потому что тренд колоссальный, то есть если вы посмотрите, сколько людей пытаются стать блогерами, и у них же получается, давайте спросим молодежь, кто есть, кто развивает аккаунты в социальных сетях, вот прям, старается, чтобы подписчиков было побольше, чтобы это было интересно, один человек только, я не верю, постесняется, наверное, я просто вижу огромное количество людей, заинтересованных, и вопрос времени просто, когда это случится, через два года или через десять лет? Динамика сумасшедшая, да. И второй вопрос, может быть, немножко личный, вот вы говорили, что из бизнеса, трое детей, туда с подъемом в горы, и вообще много всяких дел, у вас что, есть какой-то личный план распорядок на что такое? Как можно все это успевать? Это частый вопрос. И сколько остается времени на ваших детей? Частый вопрос. Действительно, у меня сейчас в управлении четыре таких бизнеса крупных. Я пишу, написал клипу, у меня есть хобби, я занимаюсь продюсированием, то есть, мне интересна область наших отечественных кинематографов. Я снял клип, кстати, год назад сняли клип, который исполнитель есть «Люксор». Клип называется «Манекены». Мы его успешно реализовали телеканалом, сейчас он крутится на всех музыкальных и федеральных каналах. Можно на YouTube даже посмотреть. Я там выступил как продюсер. И действительно много увлечений, как я все успеваю, я просто поделюсь некоторыми своими наработками. Первое, конечно, делегирование, у меня сильная команда, топ-менеджменты, у меня все направления бизнеса, я сознательно не лезу в операционную деятельность. Я не поглощен этой рутиной повседневной, когда надо раздавать задачи, контролировать произведение в бизнесе. Я учредитель и такой стратегический парнер для всех. И у меня есть команды, которые погружены в процессы, и я успеваю с ними взаимодействовать, тратить на это меньше времени. Что еще? Это менеджерские качества, это общение в WhatsApp, банально, у всех есть WhatsApp, но не все его используют на 100%. У меня очень много рабочих групп, чатов, которые позволяют мне держать в поле внимания десятки, сотни, единиц, с кем мне приходится общаться и взаимодействовать в рабочем режиме. Что еще? Распорядок дня, конечно, есть, то есть у меня есть цель и задачи, на день, у меня есть календарь, по которому я действую, у меня есть личный ассистент, который решает множество моих задач, которые может решить без моего участия. Я занимаюсь спортом, это дает мне энергию, то есть у меня каждый день начинается, и я понимаю, что нужно сделать, я понимаю, какая глобальная цель за этим всем стоит. если я встану в таком настроении, я не знаю, бывает, мне хочется погрустить, я очень редко себе это позволяю, потому что я понимаю, если я вот здесь буду грустить и потеряю день, неэффективно его проведу, то я не приду к своей глобальной цели. Ну, давайте, на примере глобальной цели, мы же сегодня про книгу говорим, на примере книги, есть предположение, для чего я ее написал? Если говорить о книге, вот как о коммерческом проекте, я иллюзии не испытываю, я не считаю, что я стану богаче за счет этой книги, то есть нет задачи здесь много денег зарабатывать. Есть глобальная цель, я хочу снять кино по этой теме. Возможно, на кино я смогу заработать, потому что тема действительно востребована, если меня поддержат крупные продакшен, то есть я сейчас готовлю презентацию, так секретик приоткрою, я хочу презентовать этот проект Тимур Випамбетов, если знаете, есть такой продакшен Базилес. Почему ему? Потому что он очень много экспериментирует, он вкладывается в молодых творческих креативных ребят, он исследует тему лайв-скрин, это как раз очень вписывается в тематику интернета я работаю со сценаристом и делаю такой тизер, так назовем, для того, чтобы показать этот продакшен. Даже если меня не поддержат крупные продакшены, я вкладываю того, что готов самостоятельно реализовать эту идею. У меня есть такая большая амбициозная цель снять кино про блогеров, и я думаю, что в ближайшие полтора года мы это сделаем. Это круто! Вы будете главные логигры? Нет, я не слышу. Кастинг, кастинг! Кастинг обязательно будет. Вот смотрите, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, я бизнесмен. Я не актер, к сожалению или к счастью, и считаю, что актерами должны быть профессионалы. То есть, если мы кого-то зовем, то это должны быть люди, которые делают свое дело лучше остальных. Я бизнесмен, и я в этой истории выполняю функцию продюсирования. То есть, продюсирование это тот же бизнес, только здесь продукт, это творческий продукт, это книга, в данном случае либо это кино, мне нужно знать, где взять деньги на реализацию и как эти деньги потом туда вернуть, а еще лучше, если заработать. Вот это моя задача. какой-то очковый можно вопрос. Да, конечно. У меня даже тренинг копилось. Один, наверное, самый простой, тут уже касается тем, где учить, факультеты журналистики не учат такого специалиста, или они могли бы обвести какой-то полный динам? Спасибо. Сейчас очень много частных курсов, но на уровне государственных университетов я ни разу не встречал, может быть, это тоже в каком-то рассмотрении, может, что-то будет, но факультет журналистики это свой жанр все-таки. Журналистика это своя индустрия, она мало общего имеется в блогосфере. Если вы хорошо пишете тексты, не значит, что вы станете блогером, то есть тут нужна все равно какая-то харизма, какая-то какая-то уникальная составляющая, контентная стратегия. То есть журналист, он пишет материал на какие-то на темы злободневные, а блогер может работать исключительно в своей какой-то нишине. Есть, допустим, автоблогеры, которые только с машинами работают. Есть, я уже говорил, бьюти-блогеры, есть travel-блогеры и так далее. Я не считаю, что этому нужно учить пять лет ходить в университет. У меня просто два высших образования, и я понимаю, что это... Вот я не учился нигде писать книги, например. Но тем не менее, это не мешает мне это делать. Не считаю нужным. Это мое личное мнение. Я нисколько не умаляю важность высшего образования. Оно должно быть базовое какое-то. Но научиться на практике лучше где-то в частных школах. Это сэкономит время. Просто это, как правило, такие комплексные, быстрые курсы. Два месяца можно полгода отучиться и получить нужные компетенции. Хотел сказать, что читаем мои блогеры, там лавина безграмотности и так далее. Авторитетность большим, как говорится, с большой авторитетом блогера. Во-вторых, блогеры часто смотришь, что они, в общем-то, во-первых, тексты отходят, у кого-то опубликованы немножко перетернут и так далее. И таких безблогеров. И в итоге я уже понимаю, что их зачем читать, лучше смотреть источник отхода. Я намекаю на то, что надо смотреть первоисточники, как правило, серьезной информацией летят именно серьезные средства информации. Откуда блогер выдергивают, перефразируют, меняют заголовок, писать, плюс от себя тему какую-то добавляют, часто глупую и поверхностную. Вот такие публикации. То есть что вы об этом скажете, наблюдая вот это? По поводу безграмотности это есть и это нехорошо и неплохо, вот мое мнение. У меня я значил архитектурно-строительный университет, у меня красный диплом по направлению инженерии, я металлист, проектировал металлокаркасы зданий. И у меня был педагог, очень профессиональный кандидат технических наук, он был и он писал с ошибками. То есть он прямо пишет и говорит, ребята, заранее предупреждай, могу писать с ошибками. Ну есть вот это у меня. Но зато так как я проектирую железобетонные заказы зданий, вряд ли вы еще у кого-то вообще в принципе научитесь это делать. И мы готовы мериться с его ошибками, получая необходимую информацию. Здесь то же самое. Вы когда подписаны на кого-то, ну мы же не идеальны. Если я время потратил на обучение в какой-то день, в бизнесе, например, мне не хватило времени а учиться русскому языку досконально. Хотя есть требования, поскольку я автор, я должен на это обращать внимание. У меня есть корректоры, люди, которые знают русский язык лучше, чем я, которые после меня просто редактируют эти ошибки. Это есть, то есть комментарий какой, наверное, от этого никак не уйти, к сожалению или счастью, не знаю. Я все-таки за то, чтобы люди занимались то, что у них получается лучше всего. Если я делаю это с ошибками, я с этим готов конец. По поводу второй части вопроса, что там было? То, что читаешь порой перефразировать. да, это перефразировать. Сейчас знаете, современные тренды такие, что люди воспринимают информацию в режиме лайфстайла. Что это значит? Это значит, что люди не готовы читать ведомости. Но если их блогер, за которым они следят, подают эту информацию в своей манере, им это интересно слушать. И это здорово, что есть такие модераторы информации, они могут даже перековеркать что-то, в своей стилистике подать. Есть такой блогер Николай особо им. Я смотрел потому что он собирает информацию подносит под своим углом не всегда правильно, но я не трачу время на то, чтобы собирать эту информацию и быть в курсе всех событий. Мне проще его выпуск посмотреть 15 минут, чем смотреть новости вечерами или читать газеты ведомости или еще что-то. Наверное, это нормально. Лучше пусть люди знают хоть как-то то, что происходит в мире, чем будет вообще закрыто от этого. А то, что надо к первоисточнику ссылаться, ну, это да. Я как бы сам слежу постоянно, у меня новостная подписка, я ведомость считаю каждый день. Мне нравится то, что я там вижу и стараюсь использовать эту информацию. Но не все такие. В основном, тем более молодежь, она не читает ведомости. И хоть как-то донести эту информацию, здорово, что есть те люди, которые это делают. Мое мнение такое. Еще извините, тут вот есть такой Яндекс.Дзен, который предлагает многим создать свой блок там и так далее. Но вы как характеризуете эту платформу, что ли, насколько ей можно доверять, потому что есть ощущение, что там странности могут. Яндекс.Дзен? Да. Прямо слышу, честно, я не в курсе, как-то даже с вами прокомментировать, не знаю. все лучше. Скажите, пожалуйста, а вот много часов так проводишь за этой техникой, а электромагнитное излучение на глазах может надо очки какие-то защитные делать? Или на самом приборе есть защитная уже? Да, даже без очков ходить. Да нет, сейчас в принципе техника новая она проектируется и делается, учитывая вот эти особенности. Может быть есть какое-то излучение, но я, допустим, с телефоном всегда, потому что он всегда со мной, слава богу, у меня со зрением все в порядке, хотя я очень много в экран смотрю. Как это защитить? Вопрос такого характера он на самом деле немножко будет затянут и может быть немножко со стримкой. Вот касаемо современных треков, о которых вы говорите, согласен, дело с тем, что книга на данный момент является одним из инструментов, которым пользуются все современные блокеры и все медийные люди. И в какой-то момент все стали очень яростно писать книги с отсылкой на то, что всю жизнь об этом мечтали, цитирую вас даже, ведь никто не лепит из глины и никто не пишет картины, потому что это не модно. Сейчас модно покупать книги, сейчас народ читает книги, открыто много книжных магазинов и, соответственно, многие медийные люди и блогеры стали активно эти книги писать. Вот в связи с этим вопросом. Не считаете ли вы, что вы в этом смысле убиваете творчество, выдавая просто книги как нечто то, что сейчас ранее? Такой вопрос. Хороший вопрос. Я, кстати, не против каких-то таких острых вопросов. Я против рассуждать разные темы. Касаемо на того, кто кого использует. Вот здесь я бы вообще мог подискутировать. Блогеры используют кого-то для чего-то, либо блогеров используют для чего-то. Давайте думаем быстрее книга печати как вообще себя чувствует. Я думаю, что за последние лет 5 она очень сильно выросла. Вместе с тем очень сильно выросли какие-то электронные издания в формате в электронном формате и бумага у молодежи интерес к бумажным изданиям я какие-то исследования читал, что теряется интерес. И вот здесь с помощью блогеров как раз-таки крупные издательства в том числе они возвращают этот интерес. Потому что мы все читаем не Бориса Акунина, а мы читаем молодых перспективных интересных ребят, которых наблюдаем в постальных сетях. Что уж говорит, даже ваша коллега Ольга Бузова пишет книги. Тоже возвращая интерес. 13 миллионов подписчиков и вот книжку написала. Сколько человек молодых в том числе пришли и купили эту книжку? Представьте, у которого Ольги Бузовой представьте, ну кто это? Ну скорее всего это молодые совсем девчонки, у которых мало половин или что еще было? Или много половин. Представьте. Вот как раз извините, в связи с этим вопрос. Не лучше ли будет, чтобы эти же блогеры говорили о том, что нужно читать Акунина, а не Гузова? Ну, я не представляю себе, как Ольга Бузова рекламирует романы Акунина, честно. Не могу так сказать. Но если человек, молодой девчонки, шла в магазин за книгой Ольги Бузовой и увидела случайно, совершенно, на книжной выхлотке еще что-то ценное, полезное и купила это, мне кажется, это огромная польза. и спасибо Ольге Бузовой, и спасибо таким блогерам, которые пишут книги сейчас, то, насколько это убивает или не убивает творчество, это вам решать. Это же все рынок, да, и если вы купили книгу, если вы прочитали и оставили где-то комментарии, там, не знаю, какие-то оценки поставили в магазинах, и мы это видим, ну, это же здорово. То есть книга, она не может продаваться, если она плохая. Ну, вы согласитесь со мной? Не всегда. Ну, это так. Порой имя на обложке решает с уровень продаж этой книги, они содержимые. Ну, я бы поспорил здесь, я бы поспорил, почему, потому что... Я не беру конкретно в расчет вашей книги, я имею в виду все, что... Давайте, например, приведем «Трансформатор», книга «Трансформатор». С сожалению, не что-то знаю, но... Да, но я не все читал, их три штуки, и вот что я хочу читать на примере. Я читал первую книгу, не скажу, что я прям впечатлился. Хотя Дима – мой друг, да, и я к счет к нему отношусь, но я не впечатлился. Ну, потому что, может быть, я уже на другом уровне бизнеса, мне это не сильно интересно. Но очень много восторженных отзывов от ребят, которые не занимаются бизнесом, которые это читают, они в восторге. И вот здесь показателем является продажа не первой книги, которую можно сделать чисто на бренде своем, на личном бренде, а продажа второй и третьей книги, которые, в принципе, вторая сейчас вышла уже и хорошие продажи, третья выходит. И вот этот показатель говорит о том, что есть что-то ценное в этой работе. Сейчас я автор начинающий, то есть у меня нет тиражей сумасшедших каких-то. Мы в тестовом режиме выпечатали с издательством АСТ 2000 книг. И если они продадутся, по нашим оценкам, до конца года, это будет означать, что у людей есть интерес. Для меня это также сигнал. Вообще, вот я говорю про фильм, что я хочу снять фильм. А вот, может, я себе придумал историю, что людям это интересно. И как раз книга в данном случае это такая лакмусовая бумажка. Покупается книга, значит, тема людям интересна. Значит, есть вероятность, что фильм тоже будет продаваться. Вот. Я отношусь позитивно к тому, что люди пишут. Вот я сейчас, когда поднимался, я увидел там вывеску Наташи Красновой. Я тоже на нее подписан. И мне нравится, что она такая креативная, интересная девушка. Она пишет для женщин, да? То есть у нее своя тема. Да и здорово, что они на одном языке разговаривают. И кто бы еще написал? Кто-нибудь бы написал, может, еще и лучше книгу, но эта книга бы не продавалась, потому что нет такой известности, популярности. Поэтому я буду сам стараться развиваться в этом плане. То есть у меня уже есть задумки для следующих проектов. И вы уже, как потребители, дадите мне оценку, хорошо это или плохо. Надеюсь, ответил вопрос. Если нет, то это было. Валерий, у меня немножко детский вопрос. Вы говорили про своих вечерей, про родственников, но тут блогеры, наверное, они тоже захотят быть блогерами. Я в песочке слышала, две пятилетние девочки подали о том, у кого больше подписчиков. И я думаю, что мы все, к которым уже пришли, что и дети блогеры, и пенсионеры блогеры. Ну и вообще, как вы планируете ваших детей развивать образование, где, какое? Вы все равно на этом задумывались? Прежде чем я отвечу, я вам задам вопрос, вы как сами считаете? Это хорошо, если дети будут хотеть становиться блогерами? Хорошо или нет? Ну это нормально. Я точно считаю. Касаемо моих детей, они уже снимают влоги. То есть у меня средней дочери было два с половиной года, когда она взяла камеру и она прям тычет. Она не понимает, куда снимать, но она тычет вот прям у меня тут у глаз один в этом, на весь экран, то еще что-то. И она прям говорит, я куряю там, то есть на своем детском, да, то есть и это интересно же, это же потрясающе. Я бы выключаю, и она это все видит, то есть у нее там в голове процесс насытки не происходит. Это очень здорово развивает детей. И если они выберут это, то я только подержу. Сейчас посмотрите, вот аккаунты детские. Тоже же есть многобиллионные аккаунты, которые приносят огромные деньги. И, как правило, за этими аккаунтами с детьми стоят их родители. Ну, в качестве продюсеров. Они направляют работу, помогают, ну, как не помогают, они вообще все делают. Дети являются только актерами в этих блогах. Я считаю, что это здорово. Почему нет? Отчасти решение заниматься продюсированием обосновано тем, что у меня три дочки. То есть я думаю, девчонок надо будет потом туда перестраивать. Вот у меня где-нибудь сниматься, если что. А вы же как-то планируете какое образование где это будут получать? Мы планируем, мы планируем, ну, допустим, недавно они пошли в две старшие в детский сад в Москве. До этого мы в Сочи жили, они в частный сад туда ходили. То есть мы, мы выбираем, даже так, в Москве мы выбираем место, где жить, с привязкой, куда мы будем водить детей. То есть у меня старшая дочь занимается в студии балета. Ну, у нее есть предпосылки. Вообще, у меня жена хореограф по образованию, она, очень много работала в балете и сама танцевала. И она понимает, что дети у нас гибкие. То есть у них есть предпосылки, и поэтому мы выбираем одну из лучших школ балетов, чтобы старшая дочь развивалась. Касаемо дальнейшего пути, вот как бы я не хотел, допустим, чтобы мои дочери в какой-то момент перехватили мою империю. Знаете, я отдал все, такой седой уже, довольный, смотрел на то, как это работает. Я понимаю, что им это может абсолютно быть неинтересно. И я понимаю, что они сами в процессе своего взросления поймут, что они хотят. Моя задача лишь дать им это помочь реализоваться в том направлении, где они хотят. А то, что я себе придумываю и что хочу я, это мои проблемы, скажем так. поэтому образование очень важно. Мы там думаем британскую школу отдать, может, на следующий год идти, чтобы и английский язык протягивать сразу. А сами будете жить в России? Нет, британская школа у нас в Москве есть. в Москве. Я помню, что все на английском языке, но локально находится в Москве. В общем, тема воспитания очень интересная. Я на самом с удовольствием учусь этому. я еще многого не знаю, поэтому общаюсь с старшими коллегами, у кого-то постарше дети. Смотрю, как, куда, что мне тоже интересно. К вопросу про вашу стратегическую цель снять кино. Очень многие люди, которые сидели на вашем месте, ваши коллеги по цеху, писатели, жаловались. После того, как экранизируют их книги, они не согласны совсем с выбором главного героя, с диетом Волос главной героини, не с тем, как они ходят, а что одеты. Вы не боитесь отдавать свое детище книгу или вы хотите договориться так, чтобы вы имели полное право на согласование каждой детали? Вот смотрите, вот этим всем занимается продюсер как раз-таки. И если писатель и продюсер, ну тогда, наверное, можно с ним вместе это делать. Если писатель просто писатель, он и не должен на это влиять никаким образом. Я считаю, что это опасно для фильма в будущем. То есть можно потратить денег и все. Я, допустим, я сам хочу, чтобы в сценарии были изменения некоторые. То есть есть книга как отдельный продукт, и есть сценарий и кино как тоже отдельный продукт. И я буду только за какие-то изменения. И я здесь доверяю сценаристу. То есть я говорю, ну твори, это твое поле. Я свою работу сделал, все, я могу ее тебе передать, и ты дальше должен это адаптировать под язык кино. И это правильно, что этим будут заниматься люди, которые в этом разбираются. Подбор актеров часто есть кастинг-директор, режиссер, который этим занимается, ну и продюсер участвует тоже. Но продюсер больше опять же с коммерческой стороны. То есть там должен какой-то быть кассовый актер, допустим, у которого большая касса, должны быть харизматичнее. Харизматичнее могут смотреть режиссеры и кастинг-директоры, а я как продюсер могу смотреть на кассовость актера и настоять, чтобы взяли Сашу Петрова. Я только хотел сказать, Сашу. Будем уже и везде сняться, но люди же хотят на актеров смотреть в том числе. И конечно это важно. Можно безумно балакливого харизматичного актера поставить, но на него никто не пойдет, потому что у него нет определенного имени. А Ваш Максим Чернов вам кем видит? Конечно, хотелось бы, чтобы это был Данила Козловский. Он у нас в театре служит в Петербурге, поэтому мы к нему тепло относимся. Ну, а тут может быть по возрасту немножко нестыковка, да, все-таки Данила Козловский это уже такой более взрослый. Вы знаете, для Скорсезе это не преграда, омолодил всех и все хорошо. Кто еще может быть? Паша Прилучкий, например, есть новосибирский такой парень из Новосибирска. Мажор. Слово Козловное слово «мажор». Да, да, да. Кто еще? Ну, я не знаю. Если честно, я еще так не прорывал, потому что здесь мне нужны старшие товарищи, которые мне посоветуют. Тут же много факторов. Можно готов условно бесплатно. такое тоже возможно, это уже зависит от продюсера. Была, кстати, картина, в которую он играл практически бесплатно за гонорар после. Я вам скажу, какая это была картина. Есть такие истории, я знаю об этом. И вот здесь, если говорить, я не боюсь переделать никаких, как автор, но с другой стороны, я как продюсер могу участвовать на какие-то решения конкретные и участвовать в создании этого продукта конечного. Это здорово, это интересно. Мы очень желаем вам, чтобы ваши страницы ожилили, вы увидели их на экране, крестим за вас цепальчики. Спасибо большое. Следующий вопрос. Полегия, скажите, пожалуйста, о восхождении в городе. Да, вот поднялась команда, 5 человек вы знаете, вы, да, вот подножия, как поднялись, и какие человеческие качества вам удалось проследить? В людях, которые вместе с вами были, и за собой вы понаблюдали? Такие качества у себя вы обнаружили как-то войну, вот не знаю, я раньше не был. И друзья были вас? Спасибо. Вопрос интересный, много могу говорить, стараюсь так лаконично. 5 человек у нас было в экспедиционной гонке, это немножко другое, это трасса 700 километров на островах Фиджи, где надо было через джунгли по океанам преодолевать препятствия. Гонка, кто быстрее. Восхожение в горы это отдельное мероприятие, я поколил Эльбрус, Казбек, и в конце января у нас Кириманджаро запланирован. Ходим мы с друзьями, как правило, то есть это близкие мне люди, с которыми я не боюсь оказаться в любой абсолютно ситуации. Я стараюсь бизнес-партнеров вытягивать на такие мероприятия, потому что не зря в песне Бесонского говорится о том, что вдруг в горе тени проявляется все. И я друзьям настоятельно вовлекаю их в эту историю. Какие эмоции и ценности про ценности давайте. Я вчера буквально в пост написал на инстаграме про это, про то, что мы строим бизнес и думаем про деньги. И вроде как можно только про деньги думать. Но про деньги думать это плохо. Вы должны какие-то за этим ценности стоять. И вот у меня партнер, мы ехали в машине, разговаривали с финансовым директором, с партнером и финансовый директор спрашивает ребят, может быть проще будем делать? У вас много инвесторов частных и вы большие выплаты им делаете. Может быть что-то придумаем? И у меня партнер говорит слушай, история не про деньги, история про отношения. То, что у нас много партнеров частных инвесторов, это же здорово. Мы укрепляем отношения, мы строим мощную команду. И вдобавок этому, он сказал, что слушай, ну вот когда в горы ходишь, у денег цены нет. Те не важно, сколько чего стоит. Там наверху чаша горячего чая может вообще быть бесценной, когда холодно, когда руки-ноги в таких походах закаляются эти отношения. У нас партнеры появляются как раз после таких мероприятий. Мы берем с собой людей, они видят, как мы реалируем на сложные стрессовые ситуации, и потом уже не хотят от нас куда-то выходить, мы вместе дальше делимся. Расскажу историю, на Казбек когда поднимались, Казбек ниже Эльбруса, но это очень характерная гора. Там когда поднимаешься, очень много волнов, крайне неудобно идти, справа камни падают, слева ущелья засыпанные снегом, куда можно провалиться. Шли было очень сложно. Я физически подготовлен, хорошо себя чувствовал, добрался до плато, место перед самым восхождением, осталось немного, совсем несколько метров, и меня накрыла горная болезнь. Так что меня прижало, я не встать ничего не мог, меня тошнило, раскалывалась голова, все симптомы, которые могли быть, у меня были в тот момент. У меня даже мыслей не было не взойти. Я просто ребятам всем говорю, ребят, затолкайте меня, поставьте в середину группы, чтобы никто меня не видел. Весь соплях, слюнях, весь в таком состоянии, малоосознанном. Я иду, иду, мне самого себя жалко. Я думаю, вот как же неплохо, это пример, у меня дети, я же хочу им что-то передать, мне надо бороться со своими слабостями. Вот я иду, и когда поднимаюсь на самый верх, и открывается этот вид, когда ничего нет, облака под тобой, они внизу, и просто невероятная красота, и вообще все мысли исчезает. Все, что тебя беспокоило, все твои болезни, горные болезни, ее вообще на раз только уходит все, остается чистая эйфория, ты видишь, как поднимаются твои близкие, и это стопроцентное счастье. И симптомы выходят сразу, уходят, как рукой снимают, не знаю, магия какая-то. Вот, ну, это то, что я могу про блоги сказать. Спасибо за вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот по технической оснащенности, в какой стране блогерам лучше? И международные конференции вот проводят блогер, если проходит, например, с Китая, у него что, электронные переводчики? На своем примере, вот, у меня в Инстаграме 220 тысяч подписчиков. 225. 225, спасибо. Я не скажу, что я прям супер популярный блогер. Ну, я как бы начинающий блогер. Общаюсь ли я с коллегами зарубежными, честно скажу, нет. То есть, какие-то конференции может проходить, я в них не участвую. Я понимаю, для чего я это делаю, я понимаю, куда я развиваюсь. На данном этапе мне опыт зарубежных коллег, ну, тут, понимаете, в блогосферу я зашел в YouTube и набрал комик зарубежного блогера. Мне не надо где-то с ним отдельно встречаться, я вот на его странице и я могу все увидеть, что мне необходимо. Как-то взаимодействуем, но на данный момент я не вижу, чтобы российские блогеры как-то коллаборировали с зарубежными. Нету такой практики, хотя это интересной могло быть истории. Есть такой Амиран Сандаров, YouTube-канал Юник Хача. Мне очень понравилось, как он снял один из выпусков в Америке, где героями выпуска были американцы. очень круто получилось, и он, наверное, один из первых, кто пробует коллаборировать разные страны у себя на YouTube-площадке. Ну и мы видим соответствующие просмотры, там, 15-20 миллионов, по-моему, этот ролик набрал, надо уточнить. Но успех сумасшедший. Это здорово, что наши российские ребята выходят в Америку и там хорошо отзываются у нас. То есть мы видим комментарии людей и они прям все респектуют на английском, да, Russia, Cool, Very Good. Больше всех, наверное, ополтела Леди Гага. Вы знаете, да? Тот наш флешмоб от количества русскоязычных комментариев, будто она, наверное, вообще не ожидала такого. Да, да, это самая крутая коллаборация селебрити и наших отечественных пользователей интернета. История есть в коробках. Есть Брэдли Купер и Ирина, по-моему, Ирина Шейд, наша фотомодель, которая была женой Брэдли Купера, очень популярного американского актера. И Брэдли Купер ушел в Леди Гаги. Представляете, вот такая вот поворотная линия. После того, как они закончили съемки в фильме, где они играли в «Убленную пару». Да, потрясающий фильм «Звезда Рогеласи». Я их не люблю смотреть. И просто все русскоязычное население ополчилось против Леди Гаги. И случился такой блэш-вок, где просто круглосуточно в комментарии Леди Гаги писали какие-то... «Зерни наше ее мужа». «Ирку не брошь». И американцы не могут ничего понять. Просто у нас Россия огромная страна. У нас Москва уснула, Хабаровск, Владивосток проснулись. И это не прекращается. Гляньте, у Леди Гаги. Это феномен, который писали во всех СМИ зарубежных в том числе. Это было очень круто. Причем миллионы комментариев были просто сумасшедшие. Это круто. Это прекрасный пример вообще такого хайпа блогерства. Я не знаю, какое еще термин применение. русские блогеры оставляли там прям комментарии и у себя писали там «Ребята, все, сегодня пишем на такую тему Леди Гаги на стене». Это было интересно. Еще был очень классный прикол. Очень много мнений. Если вы ведете даже просто в поиск, найдете скриншоты этих комментариев, знаете, очень часто вот эти боты пишут «Сижу дома и зарабатываю по 60 тысяч рублей, ничего не делая, хочешь узнать, как?» А дальше пишут в этом же комментарии «А вот фиг тебе Леди Гаги, я тебе не скажу, потому что ты увела на шею мужа». То есть, ну, начали, мне кажется, троллить, троллинг, вообще просто все, что можно было, все было. Это же здорово, представьте, у нас могли быть какие-то кризисные моменты в стране, а внимание аудитории нашего населения граждан переключилось на Ирину Шейк, Леди Гаги и Брэдди Губера. Мне кажется, это такой мощный инструмент влияния, и вот каждый блогер должен нести ответственность за то, что он делает. И это тоже одна из ключевых линий. Даже триггер есть такой, в погоне за успехом нужно все-таки отслеживать те ценности, которые ты транслируешь. Потому что любой блогер может стать как и позитивным инструментом для населения, так и мощным оружием как злодея, так скажем. Есть судебный процесс? Что? Может суд подать? Нет, я тут больше про то, что любой блогер может служить инструментом пропаганды, например, или какие-то транслировать нездоровые ценности. Вот здесь, кстати, государство пытается регулировать, сейчас выходят разные законы, которые не нравятся блогерам, но я в целом поддерживаю эту инициативу, все-таки должны быть какие-то регулирующие инструменты. Согласна, время нашей презентации подходит к концу, я бы хотела задать вам последний вопрос. В анонсе нашей презентации было написано Валерий Черкасов, предприниматель, писатель, путешественник, блогер, а вы кем себя считаете в большей степени? Папой. Ух ты, какой вопрос. Вы знаете, я себя не причисляю к какой-то категории, я не люблю, когда вешают ярлыки, и у меня когда спрашивают, а что ты делаешь, чем ты занимаешься, я говорю, а что надо, что интересно. И вот поэтому не люблю анонсы какие-либо, потому что там сразу ярлыки, вот это, вот это. Да нет, самое лучшее следствие проверить человека это позадавать ему вопросы. И уже для вас какие ответы вы получите и оцените, вот тем человеком для вас я и буду являться. А то, что в голове какое у меня успеете, у меня нет такого, что я себя впечатляю какому-то отдельному или где получаю ответы, исходя из этого для себя выбирают область, в которой я наиболее интересен. Сегодня благодаря тому, что у нас такая разнообразная публика, мы затронули все сферы и блогерство, и путешествия ваши, и отцовство, и предпринимательство. Успехов вам, легкого полета вашей книжки, пусть она скорее живет, сбудется ваша мечта. Успехов, приезжайте к нам, до новых встреч, давайте поаплодируем Валерий Федорович и сходя на нашу ответ. Да, мы не расставимся, мы переходим к самой приятной части, это автограф в полу-сессию, книжки находятся на выходе из кофейни, если у кого-то еще их нет, и можно вот тут по ступенечке поднять. Ну я тут на ведущего похож, точно не перепутываю. Ну вам как, больше так или так нравится? Так. По жизни, как же. Спасибо. Обаяние там побольше, вы как обаятельные, но там вообще. Спасибо большое. Буду рад подписать книги, если надо, ответить еще на вопросы в частном режиме, поэтому вот есть стул, приходите, подсаживайтесь. А я пенсионеру стать бюджером. Завести аккаунт в Инстаграм и просто начать писать ваше внутреннее состояние передавать в эту соцсеть. Есть аккаунты пенсионеров потрясающие, абсолютно, такие креативные. Но я так понимаю, там внуки помогают. То есть, вот именно подача молодежная, но там есть аккаунты бабушек, которые просто вообще набирают сумасшедшую аудиторию, очень интересно. Вести личный кабинет? Да, надо профиль в Инстаграме, это самая такая будет мобильная соцсеть, удобная для вас. И просто начать там делать фотографии, писать под ними. И если вы это сделаете, я желаю вам удачи. Ну, фотографировать надо обязательно. Фото и пост. Что из бизнеса появляется? Очень много изменений. Все изменилось. Ну, все изменилось, потому что, во-первых, через соцсети я быстрее стал развиваться в бизнесе. Я стал задумываться над тем, что я даю людям своим. То есть, я как-то стал прокачиваться, внутренние качества свои развивать. Отношения людей. Бывают ситуации, я гуляю по городу, у меня кто-то встречается, здоровается, просит с фото, все это тоже здорово. Я люблю это. Поэтому, много что поменялось, и оно стоит того, чтобы поработать и сделать хороший блок. А кто вас научил? Жить в интернет. В интернет сам научился. Смотрел, слежу за всеми, наблюдаю. Мне нравится, что будут другие люди. Я думаю, а как бы я вам сделал что-то похожее. что-то еще в конце, что вам понравится подписчикам. Смотрите, вы расходите. Давайте дальше. На чайку, гитару, еще быстрее. а вот вы говорите, делегировали. Ну, вы же с самого начала не делали это. Как вы начинали? Я же сразу не стал управляющим группой компании. Начинал с малого бизнеса. У меня была проектная организация, работало 3 человека. Учился на них, делегировал с другими людьми. И в течение скольких вот это у вас? В 2012 я зарегистрировал свою организацию. 7 лет прошло. У меня такой стиль, я бегу по жизни, я стараюсь все быстро делать. У меня большие цели в бизнесе, развитии. я большие отчетки успею. Я не теряю время. Это просто чувствуется такой молодец, потому что сколько уже нас слушают, а вы какой-то необыкновенный чувствитель. Вот эта фраза кино, у меня будет кино через полтора года и все. И оно будет. И козлочки сыграть бесплатно. А вот кто вы по национальному? Я по намешанному. Бурятские крови. У меня есть бурятские корни, у меня есть цыганские корни. Поговорим. Заходите. Вы из Читильской области бывали? Бурятия. Или из Бурятия. У меня город Улан-Удэ. Ну, понятно. Я там был просто. Понравился вам так? Конечно. Да, и бурятский округ есть в Иркутске области, и там я был. Я очень люблю родину свою, с удовольствием каждый раз приезжаю. В Иркутске говорят не Бурятия, а Бурятия, знаете, да? Да? Бурятия. Да. Ну, вот такие. Ребята, приходите. За питья. Есть каменька? Можно полковать за вас. В Иркутске нет, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Тоже они поставлены. Продолжение следует. Угажаем, допустим, парашют, называем парашют никак иначе, хотя слово-то тоже заимствовано. Нет, дело в том, что когда заимствовали давно, это одно дело. А когда сейчас заменяли, заменяли, понимаете, тогда можно сейчас и самолет заменить, и паровоз заменить на американские словечки, понимаете, по этой логике. Правильно? Я не слышала, но да. Я соглашаюсь с мужчинами. Я считаю, вы правы. Ну и хорошо. Просто букву я. Ну, конечно, есть буквы, суда, так ли? Да, есть такой. Иди в буквы. А, друзья, кто еще не упадет, не переживайте, можно просто блистер сохранить эту вот целлофанку и на кассе вам как-то открывайте смело. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я просто на стройке работал очень много. Я умею общаться с рабочими в том числе, поэтому просто я в контексте нахожусь. Нет, просто я думала, в акутуру, когда вы в конце сказали, что это какой-то эксперимент, я жду. Просто я предположил, что в Питере любят как-то по-шнуровски. Да, тоже у нас самый известный. Я все-таки вот на публике я стараюсь не использовать. Дядя Сережа Шнуров тоже на первом канале может это ведет себя как белый человек вообще. Привет, Веста. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Важно вас попросить? Да, конечно. Оттыкайте нас, кто-то вам писается на по-по-по-ет. Вы как будто бы у нас первая красавица в классе в красотку, а эта двоечница, которая вас любит. Делай мне домашку. Валерий такой пишет, пишет, а вы просто красивые. Спасибо. Сейчас вырисую. Да, личная, личная одноклассница. Спасибо. Пошелый вопрос. Какой банк Москвы лучше класть в день? Сбирбанк, конечно. Сбирбанк? Сбирбанк наиболее защищен, да, на уровне государства. Поэтому, если не хотите потерять деньги, то... Хотя и другие банки тоже надежные. Сейчас такое время, что много инструментов защищающих у банков есть. Но Сбирбанк это просто государство около государственного банка, которые точно не продают. Книга — это проект. Я стала идеей проекта, и как ты его создавал, возможно, ты записывал какие-то истории всю свою жизнь. Почему именно эта идея была? Тебе именно захотелось написать о мире блогерства, и как ты именно в какой-то истории? Вам слышно? Если интересно, я просто вам рамчик. Микрофон. Можно, да? Мы не помешаем, не помешаем? Нет, нет. Мы тут хозяева. Чтобы не надрываться. Раз. Отлично. Хотела остаться незаметно. Вторая встреча. Просто начинающий блогер сейчас. Часть внимания на себя, камера снимает. Возможно, через год мы встретимся с вами, и я буду на этом месте. Вопрос. Книга — это проект, и как сделать этот проект? Что ты делал для того, чтобы создать свою книгу? Возможно, ты всю жизнь записывал какие-то истории в черновиках. Почему именно идея блогерства была для тебя важна? Чтобы ты донес до зрителей и как-то создавал книгу, как проект. Что тебе для этого понадобилось? Потому что, вот я, например, хочу когда-нибудь написать книгу, но я совершенно не понимаю именно, как конструировать. Историй много. А вот как ты создал единое, целое, и, возможно, ты сначала хотел донести мысль какую-то, и потом наслаивал книгу, собирал материал, общался с блогерами, или это все происходило импровизационно? По поводу того, как я написал эту книгу, это действительно проект, у которого есть цикл, то есть есть начало, есть конец, есть дедлайн, есть понимание, когда какая глава должна выйти, то есть я как менеджер, я вот этот проект прям сконструировал. Далее, я, ну, на начальном этапе я искал тему, то есть, как предприниматель я хотел, чтобы тема была коммерческой какой-то, то есть такой, которую можно было бы заработать в конечном итоге на этой теме. Тема блогерства, она очень коммерческая, то есть сейчас это тренд, это популярность дикая блогеров, и я понимаю, что если правильно вынести продукт, там, будь то книга или кино на рынок, то это может быть очень выгодно вот с точки зрения, там, продаж и так далее. Вот, поэтому была задача написать про блогеров, то есть вот в самом начале. Дальше что я сделал? Я сел и написал эпилог, то есть это то, что в начале книги, но это конец книги, то есть то, к чему мы должны прийти после описания. И те, кто видел, ну, там эпилог такой довольно жесткий, цепляющий, и у человека возникает интерес, ага, как это герой пришел к этой ситуации? И я сам себе задаю вопрос, а как это действительно? Герой оказался в этой ситуации и начал уже фантазировать, придумывать, как вообще все начиналось. То есть у меня эпилог, это начало книги, потом идет первая глава, она вообще контрастна абсолютно, то есть в эпилоге мы видим конец, к чему пришел главный герой, и в начале мы видим совершенно другого человека, там, со своими, ну, я сейчас не буду спойлеров там, да, ну, в общем, это обычный парень, который живет своей жизнью. И у меня были намечены ключевые поворотные линии в сюжете, и я просто фантазировал, записывал аудиозаметки, транскрипировал, модерировал, несколько раз перечитывал, что-то выбрасывал, что-то добавлял снова в гомове, там, мозговые штурмы устраивали в группах. Ну, то есть, такой процесс, он несложный, он интересный. То есть, я получил огромное удовольствие, вот мы год писали, когда я говорю мы, это вот, у меня есть команда, которая мне помогала, это люди, ну, специалисты там, вот, которые текст моделируют, которые там, русский язык знают, в конце концов, лучше меня. Вот, и это такой увлекательный путь, вот, я бы даже тебе дал совет акцентировать внимание не на конечном продукте, а вот на самом процессе, это тоже очень увлекательно. Мне кажется, это дело, чтобы открыть на кайф. Возможно, рассмотрим. У нас все прелюдно, всем сорян. Хорошо. Есть ли какая-то разница между блогером Валерием Черкасовым и настоящим человеком Валерием Черкасовым? Бывали ли какие-нибудь сложные моменты в блогинге? Возможно, что-то не хотелось говорить в своем блоге. Есть ли это разница? Этой разницы нет. И для себя я принял основное правило. Нужен принцип максимальной открытости. То есть стараться все, что на духу, то и писать. потому что люди, они же чувствуют фальшь. То есть ты можешь писать какие-то красивые истории, а по факту быть человеком не очень хорошим. в данном случае я просто что думаю, то и записываю. У меня публикации в инстаграме рождаются просто я там в самолет сел, у меня есть время, какая-то мысль пришла в голову, я тут же ее накидал. На выходе из самолета подобрал фотографию, сделал публикацию. Не делаю каких-то различий в жизни и в блогинге. По поводу каких-то сложных ситуаций, ну, я не знаю, наверное, сложная ситуация хейта. То есть бывают люди-хейтеры, которые там осознанно пишут гадости в личные сообщения, в комментарии. И я просто знаю, что это есть, я никак на это не реагирую. То есть я не расстраиваюсь, не там, не думаю о том, что же я такое сделал, что люди ее так написали. Посмотрите любые публикации в СМИ электронных, где есть возможность комментировать новости, там столько вообще трэша вот этого, да, то есть, ну, мусора, каких-то негативных эмоций. Ну, это же не значит, что нормальные люди не читают эти новости. Просто нормальные люди, ну, как правило, не высказывают свое мнение как-то в комментариях, они просто, ну, прочитали, приняли. А люди, у которых вот прям есть вот эта желчь, они стараются ее расплескать. Я это знаю, что это есть, и поэтому никак не реагирую. Вот это, наверное, такие бывают моменты, которые некоторых ломают. То есть, некоторым эта история, ну, не нравится, и они переживают по этому поводу. А так, ну, тут какие-то сложности не было. Были потраченные деньги впустую, то есть, мы же все равно говорим про блогерство, там есть элемент развития, это маркетинговый бюджет, и тебе надо тратить на рекламу, чтобы твою страницу где-то видели. И были неэффективные решения по рекламе, которые мы вот платили за рекламу, а она не срабатывала. Ну, это вот, наверное, можно обозначить, как такие моменты, неприятные чуть-чуть. Ну, так, больше ничего не было. Сами настраивали рекламу или нанимали? у меня в команде есть аналитик-маркетолог, который постоянно, со мной уже несколько лет. Ну, мы экспериментируем, тестируем разные варианты, там, у меня есть блог ВКонтакте, там, порядка 70 тысяч подписчиков, может, чуть меньше, и мы тоже очень много работали с рекламой, то есть, там, ну, быстро взлетел этот блог, вот, но была неэффективная реклама, где там подписчик обходился, там, 150 рублей, допустим, это очень дорого, а обычно 14 рублей, ну, вот так. Катя, у тебя вопросов не будет? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Еще раз, ага, спасибо, Смешу к вам. Здравствуйте, проходите. Что-то нос чашится в Питере, сразу песня шнура, да, вспоминается? Анис. Анис. Разно просто. Чем занимаешься? Я госфордика, в госфордике, в госфордике, в госфордике, где я подняла стажировку, в организме составил государство. Я просто, многие информации собираю, всегда в интернете там поиск, вы вышли, я подругу, и пришел, да, посмотреть, у меня несколько вопросов, и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...